Итак, дорогие друзья, доброе утро! Все, мы продолжаем изучать Мишли. Мишли, притчи Саря Солмона, высшую мудрость, которую только может человек вообще найти, осознать, понять. Будем стараться ее понять, осознать, принять и даже жить, исходя из нее, то есть, чтобы именно эта мудрость определяла выборы и, как следствие, все события в жизни. Такая вот у нас задача. Тот, кто учится для того, чтобы делать, тому с неба помогают и изучать, и обучать, и сохранять, и делать. Поэтому очень важно учиться для того, чтобы делать. Все, всем доброе утро! Шалом, привет! Михаил Федорович, особенный привет! Так, все, друзья, мы начинаем. Итак, я сегодня, если вы посмотрите, я сделал перевод вот этих вот отрывков, значит, сделал их перевод, так что объяснение можно будет потом почитать, повторить, лучше понять. Анна, привет! Итак, значит, пятый отрывок, пятый отрывок 17 главы звучит так, что Лоэк Ли Раш, тот, кто насмехается над бедным, Хереф Асеу, делает позор ему. Саме Ах Ли Эйд Лой Накэ, тот, кто радуется, Эйд, это какой-то страх, Эйд, это как, ну, что-то плохое, не очистится. Сейчас, секунду, я возьму сейчас, зарядное устройство, энергия, энергия, это самое главное, нет энергии, нет ничего. Значит, и даже телефон без энергии, он не работает, да, телефон без энергии не работает, энергия первична. Итак, значит, все, включаем энергию, вот она энергетика, пошла, не пошла, не пошла энергетика. Привет, Михаил, как раз, вот она энергетика, бах, пошла, надеюсь, пошла. Так, все, и так, значит, насмехающийся над бедным делает позор ему, а тот, кто смеется над каким-то падением, не очистится. Значит, здесь без объяснений тоже, как бы все вроде понятно, как в жизни бывает, человек смотрит на внешнюю картинку, ему вроде все понятно, но ему понятно только внешняя картинка, и то он большую часть додумал. Здесь, в этом отрывке, если посмотреть на каждое слово и послушать мудрецов, да, великих мудрецов, то открывается прям картина 3D. Значит, есть бедные разные, то есть, вы видите, есть, каждое слово несет смысл. Есть бедные, которые называются раш, вот здесь используют это слово. Есть бедные они, называется они, есть бедные дали. Дали, это легче всего запомнить от слова обездоленный. Вот дали, это тот, кто обездоленный, то есть, у кого было, а потом не стало. Раш бедный, это тот, у которого изначально не было. И говорит Вилен Сигаон, что есть люди, которым у них гзира, вот у них гзира, как бы постановление с неба, что они будут всю жизнь бедные. Там, например, во Вьетнаме человек родился, да, где-нибудь, и он из этого Вьетнама или Непал, да, то есть, он, ну, вот он и будет там в этом Непале жить. Все. Теперь, тот, кто насмехается над вот этот раш, которому было такое постановление, да, то есть, это Бог его таким сделал, для чего таким сделал. Мы не знаем полностью всю картину, есть Дилгулим, возвращение душ сюда, есть какие-то глобальные процессы. Ну, так Бог сделал. И тот, кто насмехается над ним, над этим раш, да, который бедный от создания, то он насмехается, на самом деле, над тем, кто его создал. То есть, над Творцом мира. Это неправильно, и нельзя, как бы, насмехаться над, вообще не над тем, да, над Творцом мира, тем более. Теперь, Саме Ахле Эйт, Лой Наке. А тот, кто смеется над тем, который потерял, да, он не очистится. Что здесь имеется в виду? Значит, казалось бы, есть в Талмуде такая интересная фраза, что тот, у кого нету дата, тот, у кого нету познания, сознания, запрещено над ним быть милосердным. Что это значит? Одно из объяснений такое, простое, понятное. Если человек с ним происходит неприятность, он не понимает, что это на нем ответственность, это что Бог его наказал, и он скидывает все обстоятельства, это не я, это не я, виноваты все, только не я, то Асур запрещено быть к нему милосердным, пока он не поймет, что это он. И что это Бог с ним взаимодействует, и то, что к нему пришла неприятность, это именно потому, что это его ответственность, он действует неправильно. И с этой точки зрения, человек, который потерял свои деньги, значит, он сделал что-то неправильно. Я помню, когда-то я ехал в такси в Израиле, и там есть такая радиопередача, вопросы к какому-то раввину такому, который, ну, знающий, каббалист, который отвечает на вопросы. И звонит одна женщина по телефону, религиозная такая радио, и говорит, вы знаете, вот мы с мужем, у нас раньше был бизнес, мы были очень богаты, у нас было очень много денег, и потом, значит, в этом бизнесе мы его закрыли, и с тех пор уже много лет мы начинаем, и не можем вообще, вот просто не идет, и все, все не идет, не можем заработать, вообще не можем заработать. И Равин ей говорит, вы знаете, говорит, а вы вот, когда первый тот бизнес закрыли, да, который вы, ну, вот, который вам давал деньги, где вы были богатыми, вы рассчитались со всеми рабочими? Она говорит, нет, ну, мы же потеряли в конце, и мы с ними не рассчитались. Он говорит, найдите рабочих, пока вы с ними не рассчитаетесь, вам везти дальше не будет, потому что, говорит, видно, вас кто-то очень сильно не простил, то есть то, что вы потеряли, это вы бизнесмен, и бизнесмен находит, теряет, он работает в больших каких-то цифрах. Так, рабочий, он пришел, отработал свой рабочий день, и он должен получить за этот рабочий день деньги. Если вы ему не дали деньги, для него эта сумма, она жизненно важна, да, которую вы ему не доплатили. Есть известная, тоже в Талмуде история, как было, один был мудрец, и у него работали рабочие, которые переносили его в бочке вина. И, значит, они несли бочку и разбили бочку, то есть стоимость бочки вина намного больше, чем то, что они за день заработали. Значит, он им говорит, не я вам должен теперь, а вы мне должны. И, значит, забрал у них в залог даже их одежду, потому что они ему должны были большую сумму денег. И пошел к своему учителю посоветоваться. А его учитель, более знающий, он ему говорит, послушай, говорит, ты должен им, первое, ты должен им, они тебе не должны, у них нет денег. Они на тебя работали, они старались, это не была их, как сказать, небрежность, да, то есть так получилось. Это, ты, они тебе деньги не должны давать. Мало этого, ты им должен заплатить за тот день, который они отработали, потому что им вечером нечего кушать. И говорит, вот это будет поступок правильный, вот это будет поступок правильный для того, что вообще глобально. То есть человек живет в, все время он живет в каких-то событиях, и если он смотрит только на первое последствие, то правильно будет забрать у них эти деньги, да, у этих рабочих. Но если он посмотрит на дальнейшее последствие, то он, возможно, себе этим перекроет кислород на все дальнейшие годы жизни в финансовом плане. Поэтому, поэтому очень нужно хорошо разбираться, как поступить правильно. Теперь, так вот здесь написано, что тот, кто смеется над тем, который потерял деньги, он не очистится. Что имеется в виду? Даже если человек потерял, и он не осознает, что это его какая-то была ответственность. А другой человек, он послушал урок Торы, и он к нему приходит и говорит, вот тебя Бог наказал, вот правильно, что он тебя наказал. Ты не понимаешь, что он тебя наказал, а это вот он тебя наказал, что ты потерял. Так такой, кто ему это говорит, не очистится, потому что та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. И тому больно, но он должен сам понять. Если он сам не осознал, не понял, то в принципе тяжело ему что-то объяснить. Но человек, который над ним смеется, здесь нам сообщается этот закон. Смотрите, на каждую ситуацию действует много разных векторов. То есть нет однозначного одного закона или одной силы, которая управляет ситуацией. Я сейчас сижу, на меня действует сила притяжения, сила там какого-то растяжения, чувство голода, чувство долга, чувство того, чувство сего, температура. Там, ну и куча разных факторов. Точно так же на духовном уровне на человека действует много разных законов. Здесь нам сообщили точный закон. Первое. Тот, кто смеется над бедным от рождения, человек, которого Бог таким создал, он смеется не над ним, смеется над Богом. Это опасно. Второе. Тот, кто смеется и радуется падению другого человека, то он не очистится. То есть та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. То есть он на себя вызывает такое же потом с неба отношение и такой же суд. Это был пятый отрывок. Значит, шестой отрывок. Шестой отрывок такой, что Значит, корона старцев сыновья сыновей. То есть внуки. В эти феррит боним и великолепия сыновей их отцы. Значит, здесь нам показывается интересная такая штука. Еще раз нам говорится о долгосрочной перспективе. То есть нужно видеть не только деревья, но и лес, который за деревьями. То есть нужно смотреть на ситуацию в несколько ходов, а не только вот первое последствие. То есть ты... Обычно люди видят только то, что у них перед глазами. Они не заглядывают, что будет дальше. А Туранас учит, что кто хахам, ароэтанулат. Тот, кто видит то, что родится. То есть тот, кто видит то, что родится на втором шаге, на третьем шаге. Понятно, да, идея? Тот и является настоящим мудрецом. Вот здесь нам говорится, что корона старцев не сыновья их, а сыновья сыновей. Есть известная шутка такая. Что кто настоящий еврей? Настоящий еврей это не тот, у кого мама еврейка. Это тот, у кого внуки евреи. То есть тот, кто воспитал своих детей и воспитал их. И правильно выложил в них семена. И у них внуки евреи. Так с этой точки зрения Дональд Трамп еврей. Потому что у него внуки евреи. Его дочка, его дочка, это самая, как ее зовут? Иванка Трамп. Она, значит, прошла дьюр, вышла замуж за еврея. И, значит, внуки у Трампа еврея. Интересно, я вот ее еще вчера случайно увидел. Я подписан на ее аккаунт в Инстаграме. Она вместе с мужем пробежали 15 миль. То есть полумарафон. Они с мужем пробежали полупарафон. Значит, фотографии. То есть она в хорошей форме, физически, энергичная. Прошла дьюр, вышла замуж за еврея. Трое, по-моему, у них детей. Значит. И есть такие люди ответственные. Теперь, значит, великолепие корона скиним бнейбаним. То есть можно посмотреть на результаты. То, что будет, да. Вернее, как сказать. Суть человека, она определяется тем, что от него пойдет дальше. То есть не сразу, а через отложенное время. Теперь, а почему тогда великолепие сыновей их отцы? Потому что сами сыновья, они как бы великолепие сыновей их отцы. То есть получается, что сыновья к дедушкам не такое имеют отношение, как внуки к дедушкам. Понятно, да, идея? То есть сын, когда он смотрит на через поколение, он особо туда и вообще не смотрит. И ему нечем гордиться, что у него был хороший дедушка. Да. То есть дедушка, это следствие его деятельности, какие у него внуки. Но внук, нет никакого его, как бы, как сказать, никакой заслуги от того, какой у него был дедушка. То есть он ничего для этого не сделал, чтобы у него был крутой дедушка. Поэтому ему гордиться дедушка, ну нет смысла, между ними практически нет связи. Дедушка, он может гордиться внуками, потому что внуки, это отдаленное последствие его действий. И вот именно это отдаленное последствие показывает, что он вложил в своих детей и какой след он оставил в жизни. Понятно, да, идея? Интересно, что я видел такую недавно, пару дней назад мне прислали информацию, что на сегодняшний день люди, которые определяют судьбы Европы, Ангела Меркель, нет детей, вот этот вот Макрон, президент Франции, нет детей. И там идет перечисление, где-то 5-6 самых крупных стран Европы управляются людьми, у которых нет детей. И дальше был поскрипнут такой, у Дитлера не было детей, и у Ленина не было детей. То есть люди, у которых нет детей, нет внуков, как следствие, то есть это не правило, да, потому что, например, тот же Любач Стеребе, он был величайший человек, у которого тоже не было детей, но его детьми были все, весь еврестий народ, это были как его дети, он так их воспринимал. Но интересно, что, вот, как бы, задуматься на эту тему о долгосрочных последствиях. То есть внуки это долгосрочные последствия, показывающие, отражающие, как сказать, в перспективе суть человека. Дальше. Седьмой отрывок. Значит, смотрите, это очень сложный отрывок, я лично, честно говоря, не понял глубоко, что он значит, но есть несколько таких намеков, да, что можно отсюда извлечь. Значит, Наваль объясняет нам, объясняет Малбин, что Наваль это, это антоним от надива. Значит, антоним, то есть другая, как сказать, противоположность от надива. Значит, что такое надив, более-менее понятно. Надив это, надива это тот человек, который дающий, который дает всем, любит давать, любит помогать, любит делать добро. И он, ну, дает, как бы, всем, кому, не только тем нуждающимся он дает. Надив он дает всем, да. Теперь, значит, Наваль, он никому не дает. Он, Наваль, это только тот, кто думает о себе. Теперь, нехорошо для Наваля, сват етер, нехорошо для Наваля говорить высокие слова. Мне вот, ближе, ну, более понятно объяснение, когда етер, вот етер это избыточность. Так, значит, в этом объяснении понятен этот отрывок, да, что нехорошо вот этому Навалю, который никому ничего не хочет давать, говорить высокие слова, ну, это не подходит, да, говорить о высоких материях, о высоких словах, о духовности, о добре и так далее. И точно так же это ему не идет, как на диву, человеку, который дает, дающий, говорить обман. Значит, ну, как бы, все понятно вроде бы, да, все понятно. То есть, в принципе, Тора нас учит очень много раз такой вот большой истине, да, например, в Пертьявод. Пертьявод, это, оно, та же линия, это объяснение, как правильно жить. Пертьявод, есть на эту тему много отрывков. Например, Шамай говорил, говори мало, делай много. То есть, лучше вообще мало говорить, много делать. Говорил Шимон, сын Рабан Гамлеэля, он говорил, что всю жизнь я рос между мудрецов, и ничего не нашел я для лучшего, для своего тела, лучше, чем молчание. И не медраж, не разъяснение, это основа, а действие. То есть, Тора много раз нас учит, даже есть такое, что говорится, не умножай разговоров с женой, даже с женой нельзя много говорить, с женой это сказали, тем более с женой ближнего своего. И отсюда сказали мудрецы, сделали вывод, каждый, кто много разговаривает с женщиной, он себе делает плохо, он уходит от слов Торы, И в конце концов, он унаследует ад. То есть, этот отрывок, он нам объясняет, что, ну, то, что обман нельзя говорить, это понятно. Но вообще, в принципе, много говорить, всегда это хуже, чем молчать. Потому что, во-первых, когда молчишь, можно за умного сойти. То есть, ты молчишь, так особенно, если задумчиво молчать, то, ну, как бы, каждый думает, что, о, какой он умный, это раз. Второе, что, когда ты говоришь слова, ты можешь обмануть, исказить. Не то, что можешь исказить, ты сто процентов, ну, практически сто процентов искажаешь. Любое, любое слово, оно описывает какую-то грань, грань реальности. Ни одно определение, оно не описывает реальность на сто процентов. И тот, кто говорит что-то, он уже искажает. Теперь, а если он утверждает, что он говорит стопроцентную реальность, так он искажает, тем более. И можно сказать даже, что он обманывает. То есть, лучше вообще молчать. Молчание золото. Понятно, да? Обман вообще хуже всего. Дальше, восьмой отрывок. Восьмой отрывок нас, как бы, переводит, тогда получается, а если молчать, то как же тогда вообще действовать? И нам восьмой отрывок говорит интересную вещь такую. Эвен хэн ашохат бэйне баалав. Драгоценный камень, дающий приятность. Взятка в глазах того, у кого она, эта взятка, находится. То есть, взятка, это драгоценный камень, дающий приятность. Есть такой, эвен хэн, да? Дающий приятность в руках того, у кого эта взятка находится. Эль коль ашер ифне, я стиль. И куда он ее повернет, я стиль. Я стиль это, то есть, он умудрится. Умудрится. Что за, вообще непонятно, да? Как это работает? Значит, это, вот это как раз, мне понятно полностью. То есть, этому отрывку есть прямейшее объяснение и приложение. Значит, как, что такое взятка? Взятка, это когда человеку дают что-то, что ему нужно для того, чтобы он, это ему как бы дарят, но дарят с целью, чтобы он свое мнение, свое решение, он повернул в нужную сторону. Теперь, когда человек получает эту взятку, то его мышление, его решение, оно по-любому поворачивается в нужную сторону. То есть, тот, кто принял взятку, даже если он пытается после этого быть объективным, он уже не может. То есть, взятка, она, его интеллект, поворачивает, и интеллект, вот этот вот, именно интеллект, то, что мастиль, это тот, кто интеллектуально думает, рациональное мышление, оно поворачивается за желанием. А взятка, она удовлетворяет желание. И когда желание повернуто в какую-то сторону, интеллект, он просто обрабатывает и обслуживает вот это желание. Поэтому, поэтому, если человек, например, хочет запрещенную еду, тогда его интеллект обслуживает, то есть, запрещенная еда, удовольствие от этой еды, она является для него взяткой. Его интеллект ему будет тогда объяснять, почему это можно скушать. То есть, он поворачивается в нужном ему направлении. Человек хочет совершить какое-то запрещенное действие, или он хочет доказать свою правоту. То, что он хочет доказать свою правоту, для него взятка уже, да? Его интеллект будет, не будет слушать, не будет искать, не будет слушать доводы второй стороны. Он будет обслуживать то, куда повернута его взятка. В Торе мы первый раз это встречаем, самая такая вот, как бы, иллюстрация, это когда Яков встречался с Исавом. Исав хотел его убить. А Яков ему посылал, все время посылал маленькие стада и вежливых людей, которые говорили, вот, господин наш Исав, раб твой Яков, послал тебе это, послал тебе это, послал тебе это, послал тебе это. Каждые там сто метров шло маленькое стадо. Он не послал большое сразу стадо. Маленькое, маленькое. Он прямо программировал Исава, он манипулировал. Яков Авину, праотец наш, знал этот отрывок, что как камень драгоценный, дающий приятность, так же взятка, так же взятка в глазах того, кто ее держит. То есть, он ему, бах, эти стада, 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 и уже в голове у Исава эти стада, эта взятка, она уже его, уже она его развернула изнутри и повернула его интеллект, его мышление в ту сторону, в которую двигало его желание. Понятно, да? Как это работает? Теперь, как это использовать в своей жизни? Нужно хотеть правильные вещи. То есть, нужно хотеть правильные вещи, и интеллект будет их обслуживать. Но, в принципе, надо всегда знать, что мы все уже подкуплены, подкуплены своими желаниями, и поэтому последний сегодня отрывок, девятый, очень прямо тоже он открывает глаза на суть человеческих взаимоотношений. Значит, девятый отрывок звучит так. Михасе пэша мивакэш аава. Тот, кто прикрывает проступки, пэша это проступок по халатности, он ищет любовь. Тот, кто прикрывает проступок, он ищет любовь. Вэшунэ бы давар, а тот, кто повторяет эту вещь, он что делает? Мафрит алуф. Он отдаляет своего друга. Отдаляет своего друга. Значит, здесь есть два объяснения. Первое, чисто психологическое отношение между людьми. Значит, есть проступки. Пэша это проступок по халатности. Значит, два человека, один что-то сделал неправильно, второй, он ему говорит, ты сделал неправильно. То есть, ты сделал пэша. Он ему делает замечание, критикует его. Что делает второй? Второй обижается. То есть, у них уходит любовь в их отношениях, потому что критику никто не любит. Критика вызывает у человека, это как нападение на него, на его личность, и оно убирает у него любовь к тому, кто его критикует. А тот, кто шунэ бы давар, здесь есть, что такое повторяющая вещь. Значит, один человек сделал другому что-то неприятное. Тот ему говорит, ты знаешь, ты сделал сейчас проступок, и ты еще делал этот проступок вчера, позавчера, месяц назад, год назад. То есть, он подтягивает туда, повторяет это и повторяет снова и снова. Мафрита Луф, он отдаляет друга. Попробуйте, критикуйте любого человека, он не будет вашим другом гарантированно. То есть, день критики, нету друга. Если день критики с воспоминанием за прошлые годы, есть враг. Все, это как бы просто. Теперь, а кто хочет действовать наоборот? Он мехасе пэша, он прикрывает пэша. Что значит прикрывает вот этот вот проступок? Он сам себе как бы понимает, что если человек сделал что-то неправильно, он и сам поймет, что он сделал неправильно. И неправильно это может с моей точки зрения неправильно, а с его точки зрения это правильно. То есть, тот, кто прикрывает вот этот вот пэша, он мивакеша ава, тот, кто любит, тот, кто просит любовь, тот, кто хочет, чтобы была любовь, то он смотрит на другого человека, это называется ба-а-эн-ту-ва, он его судит ликавсхуд. Как это работает? Пертьеву тоже нам сказано, что поставь себе рава, оселыха рав, и приобрети себе друга, приобрети именно, и суди каждого человека с хорошей стороны. Третья часть, только она и позволяет приобрести рава и иметь друга. Почему? Потому что если я буду на каждого смотреть с плохой стороны, если я буду каждого критиковать, рав, та не такой ужин рав, здесь ошибся, тут ошибся, там не так сказал, не, не хочу. Друг, так как он не друг, он тут опоздал, тут не позвонил, тут пришел, тут посмотрел не так, тут так сказал. Нет, не друг. То есть тот человек, который не судит другого с позитивной стороны, тот, кто не, вот этот девятый отрывок 17 главы, не проучил этот отрывок и не прикрывает проступки других людей, тот никогда не будет иметь любовь в отношениях, потому что любовь разрушается очень просто. Критика, претензии, злопамятство, они убивают любовь. Теперь это как бы объяснение в отношениях между людьми. Теперь объяснение в отношениях между человеком и Богом, оно то же самое. Значит, когда человек сделал проступок касаемой заповеди отношений с Богом, то если он его, тот, кто ищет любовь, то есть, а Бог ищет любовь с человеком, то есть Бог, он хочет, чтобы была любовь между человеком и Богом, да, потому что это как одно целое, так он закрывает глаза на единичные проступки людей. С тем не бывает. Человек может ошибиться, человек может сделать разные вещи. Но шунебедавар, мафрид алуф, тот, кто повторяет вещь, тот, кто этот проступок повторяет раз за разом, что он делает? Он отделяет, алуф это тоже одно из объяснений на Бога, он отделяет Бога из своей жизни, тот, кто один раз согрешил, второй раз согрешил, с третьего раза он себе этот грех уже не считает грехом, он себе разрешает, а грех это то, что удаляет из жизни Бога. Все, вот мы сегодня изучили, получается, четыре отрывка, сделаем выводы. Я делаю вывод такой, что не суди никого и не будешь судим. Или если ты судишь кого-то, знай, что ты будешь также судим, поэтому суди человека только с позитивной стороны, только с доброй стороны, ищи ему оправдания, и тогда будет у тебя любовь будет с ним, у тебя будет любовь с Богом, и та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Дальше, давайте взятки, не стесняйтесь, давайте взятки, взятки они улучшают отношения, и человек, который получил взятку, он, значит, думает в правильном направлении. Взятка, она, опять же, можно сказать, что она плохая, но с другой стороны, это средство коммуникации, да, она не плохая. То есть, плохо, если ты даешь взятку, чтобы вести человека в другую сторону, в плохую, но если ты даешь взятку для того, чтобы вести в хорошую сторону, то это отлично. Например, комплимент, это та же взятка, но если ты ведешь человека через комплимент к хорошей стороне, то это отлично, и можно это делать. И что еще, ни в коем случае не смейтесь над людьми, не судите людей, потому что в момент, когда ты кого-то судишь, то в этот момент ты судишь себя. Все, друзья, удачи, успехов, хорошего дня. Сделайте выводы, зафиксировав выводы, вы эти выводы, потом они ведут вас. Очень важно, очень важно фиксировать свои выводы в комментариях, в своих постах, и так формируется новое мышление. Все, удачи, успехов, хорошего дня. Пока, обнимаю всех, счастливо.